Всем привет! Я очень сильно думала записывать это видео или нет, и я на него решилась. Я хочу обратиться сейчас к своим согражданам, той бедной несчастной Украины, которую разорвали, к мужчинам. Ребята, если вы воюете сейчас, я хочу, чтобы вы меня услышали. Я прошу вас, я вас умоляю, хоть вы, как мужчины, подумайте о своих детях. За что вы воюете? За кого вы воюете? За кого вы жизнь свою отдаете? За кого вы получите пулю в лоб и больше никогда не увидите сына, мать и жену? Русские, не враги нам. Вы поймите это, вы же сами прекрасно знаете, что вас гонят в поле и там бросают. В полях вы все погибаете. Для того, чтобы выжить, вы прячетесь в домах, в квартирах, в жилых секторах. Там же люди. Они же такие же, как вы. Это же ваши братья и сестры. Это чей-то родственник вашего дальнего друга, а может быть, близкой подруги. Пока вы рискуете своей жизнью, в Киеве как танцевали на костях, так и танцуют. Зеленский стал богаче. У вас законы издаются и пишутся, которые несовместимы с нормальной жизнью. Пока вы, как мужчины, стальными яйцами прикрываете свою страну, вашу страну уже продали, землю продали, ее разорвали. Вам заменили все жизненные ценности. Вам заменили Рождество. Рождество с ночь с 6 на 7 на 25 декабря. Вы теперь празднуете День Европы. Вас приветствует ЛГБТшное движение. Вас провозглашают День Европейского Защитника Армии. ЛГБТ-армии. У вас воюют наемники перекраенные с Америки. Вы же сами это знаете. Вы же это знаете. Ребят, за что вы воюете? Ребятки, за кого вы отдаете жизнь? Ваши женщины сейчас прикрываются ЗСУ, блядь, затыкивая вас во все щели. Да вас же на всех не хватит. Пожалейте жизнь свою. Есть один единственный враг в стране Украина. Он сидит внутри этой страны. Вас кидают, лечить не хотят. У вас нету финансирования. Всю гуманитарную помощь, которую украинки собирают со всего Европейского Союза, к вам не доходит даже банка тушенки бесплатно. Вы поймите, вас просто кидают на убой, очищают землю. Женщины в предыдущем итоге станут инкубаторами. Ваши женщины будут инкубаторами для мигрантов, которыми заселят землю. За что вы воюете? Мы же славяне. Русские не враги нам. Я украинка. Я живу в России. И нету здесь того, о чем вы говорите. И нету здесь вражды. И никто не кричит о том, что хохла нужно ебашить. Это делаете вы. Да схомнится я прошу вас. Я вас благаю. Всем на свете. Да мы ж не такие, украинцы, щири, справдыви. У нас есть так само наша история. Мы славяне. Зачем вы ведетесь на поводу этого всего? Ребята, опомнитесь. Сдавайтесь просто. Слаживайте оружие. Поднимайте белый флаг. Вы ходите к русским. Русские не кастрируют украинцев. Русские не снимают скальп. Они не издеваются над людьми. Я знаю, что вы боитесь сдаваться в плен, потому что в вашем плену ужас, что творится. Вы своих собственных убиваете, не говоря уже о чужих. Но вы поймите. Сейчас одна задача. Примириться нам. И воссоединиться. И остаться в живых. Я прошу вас. Я вас умоляю. Если ты сейчас сидишь там, я знаю, что ты меня смотришь. Я знаю, что ты знаешь, что я права. Я же права. И украинские песни так и будут. Как носили вышиванку, так и будут. И дети будут живы и здоровы. И дороги построятся. И школы построятся. И мир будет. И как ездили по всей России, так и будем ездить. Как были одной семьей, так и будем. Да не с теми вы воюете. Да мне больно смотреть, как вы умираете. Я не хочу, чтобы вы воевали. Сколько матерей не дождалось сынов. Сколько больных на голову по обе стороны приходят. С психикой, которая не готова вжиться в нормальный социум. И это безумие никто не остановит, пока вы не перестанете обстреливать Донецк, терроризировать Крым. Это не остановится. Вы же знаете это, что ответ за все прилетит ужасный. Вы видели последнее видео бойца, когда он говорил, любимый, я люблю тебя. Украинец. Нас осталось четверо. Скажите, разве его мать рожала для того, чтобы он в поле помер, как птенчик, выкинутый из гнезда? Я вас прошу, пожалуйста, русские нам не враги. Остановитесь. Будьте мудрее ваших женщин. Будьте сильнее вашего правительства. Я прошу вас, мужики. Вы на то и мужики. Вы защитники семьи и родины. Но не родины, которая 41-й штат Америки. Вам не нужна Америка. Вам не нужны геи. Вы же не хотите, чтобы в школе в четвертом классе ваших детей обучали тому, что мальчик с мальчиком это нормально. Вы же не хотите, как в Испании, чтобы у вас в Украине появились законы, где можно собак в попу иметь. Да остановитесь. За что вы воюете? За что вы кровь проливаете свою? За что вы мирных жителей бомбите? Что вам Донецк сделал? В Крыму что живут не украинцы? А в Белгороде 70% переселенцев с Украины. Что вы делаете? Остановитесь.